Восстановлению операционного штаба были приняты следующие меры. Первое. В случае признания жилья невосстановляемым и непригодным, существует два механизма. По решению Акимата в данном регионе приобретается квартира по выбору согласованного с поставщиком. Либо мы заново строим это жилье. То есть два механизма обеспечения жилья были официально приняты правительством. Это делается для того, чтобы максимально обеспечить гибкость этого механизма и ускорить обеспечение людей жильем. Но очевидно, что покупать это быстрее, чем стоят. Это первое. Второе. Для обеспечения выполнения ремонтных работ. После заключения и технического освидетельствования жилья по решению Акимата либо выделяются денежные средства на компенсацию ремонта, либо ремонт осуществляется за счет Акимата в строительной компании, которую выберут местные исполнительные органы. В целом задача стоит, конечно же, максимально короткий срок, это жилье выстроить и постараться обеспечить залить нестроительный сезон всех людей жильем. Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах, там в некоторых местах придется возводить наиболее домом, потому что это первое. И второе, то, что я хотел особенно важно отметить, чтобы было понимание, восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря даже если есть пожелание человека остаться там, где он живет, то восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Такие случаи уже есть, даже репортажи по этому поводу есть. Поэтому наши рекомендации, если мы жилье восстанавливаем, мы восстанавливаем ее по согласованию с Министерством водных ресурсов в тех местах, где подтопление в будущем не ожидается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.